Этими домашними матчами университет открывал второй круг чемпионата вышки Лигиа. Команда из Оренбурга еще в прошлом сезоне выступала в элите российского волейбола, но покинув Суперлигу сумела сохранить костяк. В декабре в клубе произошли серьезные изменения. Из-за сырей поражений его покинули директор и главный тренер. Новый руководитель Виталий Бухвалов и настальник Владимир Викулов должны были изменить ситуацию и вывести команду на новый уровень. Так что в Барнаулу тянет прилетел уверенно в собственных силах, рассчитывая на две победы. Правда, этим планом не суждено было сбиться. Несмотря на череду травму, университет сумел в первый игровой день навязать борьбу сопернику. Хозяева паркета выиграли первый сет 25-22, но второй гости сумели оставить за собой 25-19. Третья партия прошла в уходной борьбе, но ее концовку подопечный Ивана Воронкова сумели оставить за собой 26-24. Уверенно сыграли в защите, не дрогнули в решающий момент. На характере, наверное. Капитан вышел, помог после травмы. Думаю, он больше всего повлиял на всех все-таки. Он впереди нашей команды, он нас за собой повел. Практически в каждой партии наша команда была в роли догоняющих. Но за счет хорошей поддержки болельщиков, которые гнали своих волейболистов вперед, студенты, поймав кураж, смогли выиграть решающий сет. Это произошло во многом благодаря уверенной подаче. Пусть и не без труда, но наш коллектив праздновал успех 25-22 и 3-1 в этом тяжелейшем матче. Не очень ровно сыграли вторую партию. То есть, начало совсем провалили, потом сделали некоторые замены, немножко успокоили, встали на нужное русло. И как бы следующую партию, это был задел на следующую партию, подготовка как бы. Ну, немножко в себя пришли после такого количества ошибок. К сожалению, повторить успех первого поединка нашим волейболистам не удалось. Опытный соперник во второй игровой день уже не позволил студентам рассчитывать на успех, победив в трех сетах. Следующие игры команда Ивана Воронкова проведет на выезде. 20 и 21 января университет в Нижнем Новгороде встретится с местной командой АСК. Дмитрий Гладких, Владислав Кириенко, Сергей Сидых. Новости.